Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Сегодня у нас необычное начало дня, поскольку, как вы знаете, буквально несколько часов назад завершилось выступление Дональда Трампа в Конгрессе с его обещанным посланием, в том числе и бюджетным, по поводу ожидаемых стимулов для экономики, которые нам, как покупателям доллара, были крайне необходимы. И, конечно же, вы все прекрасно уже видите в динамике финансовых инструментов, американский фондовый рынок, это, конечно же, то, что у нас еще впереди, но уверен, что порадует с открытия и он нас. Что касается доллара, то наблюдается рост этого инструмента вдоль всего широкого рынка. Рейского актива, как мы с вами и планировали, вы видите, отступает, потому что такой бодрости американца противопоставить пока что нечего. Вот если бы у нас еще и нефть удержалась на отрицательной территории, то есть мы вчера видели минимальное значение 55-62, то было бы вообще хорошо. Ну, наверное, все супер быть не может. Хорошо, что рынок располагает, опять же, хотя бы к удовлетворению наших потребностей в сильном долларе. И чтобы не накаркать, будем довольствоваться тем, что есть. И на этом спасибо. Разберем мы, безусловно, сегодня ситуацию с долларом, с конференцией Трампа, с выступлением Трампа. Пока что тезисно, конечно же, мы можем поговорить, но я думаю, что какую-то большую конкретику я смогу пролить уже, как только на рынке будет больше сообщений и новостей. У меня, к сожалению, не было возможности наблюдать, собственно, в прямом эфире это выступление. Но тезисно, в курсе того, что было сказано об этом, я расскажу. Но начнем мы, как и всегда, с рынка нефти и с наших традиционных инструментов, которых мы касаемся первыми в нашем ежедневном брифинге. Low, как я уже отметил по Brent, вчерашнего дня 55-62. Сейчас мы видим, как Brent снова цепляется за уровень поддержки 56-50 и стремится к отменке 57. Но если позиционно, опять же, среднесрочно взглянуть на картину, то можно сказать, что Brent на том же самом уровне, на котором торговался в первых числах февраля. Есть локальная проторговка, диапазон не широкий, но все-таки пара то смещается в район 55-50, то снова возвращается к 57-50. Даже при том новостном фоне, который мы с вами анализируем, пока не хватает все-таки уверенности, что быкам, что медведям, для того, чтобы вытащить этот актив из вот этого зажатого диапазона. Наблюдать в рамках, опять же, той проторговки, в которой мы сейчас видим нефть, лучше, чем констатировать резкий рост. Поэтому, в принципе, картина по нефти складывается так же, не совсем против нас. Что касается потенциала ослабления, он, как и раньше, значительный. Рынок продолжает обсуждать сделку ОПЕК. Я думаю, что очевидно, что сейчас скептические настроения все-таки все больше усиливаются. Скептиз в отношении, опять же, эффективности сделки ОПЕК и прочих производителей по сокращению производства на 1,8 миллиона баррелей. В феврале обязательство было выполнено чуть больше, чем на 90%. Есть оптимистичные оценки, что в марте с еще большим рвением к данной сделке и к соглашению к исполнению обязательств подключиться Ирак и Объединенные Арабские Эмираты. Для кого-то это позитивный знак, но я сразу хочу сказать, что на эти регионы приходится очень небольшой вклад в этой сделке в целом. Поэтому недостающие 8% от совокупного обязательства по ограничению производства на 1,8 – это отнюдь не эти регионы. Это те 11 стран, которые не входят в организацию ОПЕК, которые присоединились к соглашению, но пока еще не до конца исполнили свои обязательства. И большой вопрос, исполнят ли до конца. Мне почему-то кажется, что нет. Нет, потому что даже несмотря на цифры по добыче и по соответствию России, опять же, этой сделки, мы видим в планах российской экономики продолжать осваивать месторождения и увеличивать добычу. Из, опять же, актуальных новостей я хочу отметить статистику по запасам нефти. Да, это пока оценка только лишь частного порядка Американского института нефти. Но вы помните, были ожидания, что запасы продолжат снижаться. На самом деле, по статистике мы видим сейчас совершенно другой показатель. Рост запасов на 2,5 миллиона баррелей. И, разумеется, это является свидетельством того, что прежний фактор, а именно высокий показатель импорта и сезонное техническое обслуживание – это два определяющих сейчас момента, которые создают хорошее ожидание уже по официальным данным. Поэтому позволяет нам предположить, что и официальная статистика, которая выйдет сегодня, чуть позже, в 18.30 по московскому времени, тоже будет со знаком плюс. И я надеюсь, что сможет стать локальным дополнительным фактором давления на нефть, ну или хотя бы не активизации покупок. Учитывая те показатели добычи, которые мы сейчас наблюдаем в США, я думаю, что первое полугодие 2017 года будет закрыто уже по планке добычи свыше, точнее, по количеству нефтяных и расстанцевых терминалов выше 650 штук. И, конечно же, если действительно их количество достигнет такой планки, объемы добычи вырастут с текущих 9 миллионов баррелей, это максимум с апреля прошлого года, до 9,2-9,3 миллионов. И это уж точно полностью компенсирует, опять же, положительный эффект от сделки ОПЕК, ожидается, что она может стать, опять же, условием для решения вопроса с перенасыщением. Однако я не делаю ставку на эту сделку, поскольку вижу совершенно другой фундаментальный фонд компенсирующего влияние со стороны США. И очевидно то, что вклад США в общее перенасыщение глобального рынка значителен, и то, что нефть пока все-таки топчется на месте, на мой взгляд, является подтверждением того, что этот очевидный вклад становится заметным для все большего и большего количества трейдеров. В общем, сегодня нам остается делать ставку на рост американца и на ожидание статистики по запасам нефти США, если они вырастут, и в случае сохранения позитивной динамики в отношении американской валюты давление на нефть должно возрасти. 58.34 по паре доллар-рубль. Если бы мы все-таки и сегодня мы наблюдали котировки по нефти ниже 56 на фоне того буста, который получил американец, пара доллар-рубль уже полезла бы выше отменки 59. Хотя я даже с учетом обозначенного потенциала нефти считаю то, что мы сейчас можем говорить о росте доллара как одной из основных причин, из-за которой пара доллар-рубль также может уже цепляться за следующее сопротивление 60, которое является нашим первичным ценовым ориентиром. Налоговый период уже завершен. В принципе, в последние дни на них выпали серьезные платежи, поэтому сегодня у российской валюты уже нет поддержки спроса на рублевую ликвидность со стороны экспортеров, которые исполняют свои обязательства перед российским бюджетом. Пока что картина складывается против рубля, и я надеюсь увидеть доллар-рубль выше 60 уже к концу этого месяца. Дальше идем. Доллар против японского конкурента 113.38. Вчера мы видели, как пара и тестировала поддержку 112 еще до выступления Трампа в Конгрессе. Хотя в целом, если обратим внимание на фундамент внутри дня, он, на мой взгляд, больше даже располагал к покупкам. Но трейдеры, конечно же, побаивались того, что Трамп снова может удивить рынок и вместо обещанного поговорить о чем-то другом, не о бюджетных стимулах, не о налоговой реформе, а о продекционизме. Поэтому трейдеры перед, собственно, его выступлением делали большую ставку на защиту инструмента, на франк, на облигации и, соответственно, на японскую валюту, игнорируя тот фундамент, который опубликовался внутри дня. А из этого фундамента стоит выделить отчеты по индексу роста расходов на личные потребления. Это, соответственно, статистические релизы номер раса. Вторая статистика, точнее, второй отчет, это уровень доверия потребителей 114,8 с 111,6 тоже, на мой взгляд, серьезный прогресс. И годовые данные по ВВП в формате четвертого квартала 1,9%, ну, в принципе, с прошлой оценки, которая была на сопоставимом уровне. Да, это не 3,2, которые мы наблюдали несколько кварталов назад, но 1,9% это все равно хороший показатель. И, учитывая последние отчеты по роничным продажам, я не сомневаюсь в том, что активность потребителей сможет поднять показатели ВВП уже в первом квартале 2017 года на более высокое значение. Ну, и что касается Трампа, еще из твитов двухнедельной давности, еще из его комментариев, которые были сделаны в понедельник, следовало то, что рынку следует готовиться к громким заявлениям, большим заявлениям относительно налоговой реформы и дополнительных бюджетных расходов. И Трамп, в принципе, оправдал ожидания трейдеров, в этот раз отметил то, что, хотя, сделал предложение Конгрессу, чтобы те рассмотрели возможность увеличения расходов на инфраструктуру на сумму в 1 триллион долларов. Трампа сообщил о том, что администрация готовит сейчас налоговую реформу, которая станет частью системы налогообложений как для корпораций, так и для физических лиц. И все это является, опять же, подтверждением того, что Трамп все-таки перешел и к реализации стимулирующих реформ, которые призваны на то, чтобы удвоить показатели ВВП. Это то, что понравилось электорату во время его предвыборной кампании и то, что от него ожидали услышать еще несколько месяцев назад. Но вот по прошествии двух месяцев, чуть больше месяца после инаугурации, наконец-таки мы дождались этих воскопарных речей. Наверное, лучше поздно, чем никогда. И видим, как прекрасно на это реагирует сейчас доллар, который, честно говоря, в последнее время, может быть, переживал больше, чем кто-либо другой. Потому что американец, американская валюта была вынуждена в последнее время бороться с усилением протекционизма и такого же формата заявлений со стороны всей администрации Трампа. И сейчас противовес формируется в виде стимулов. Я надеюсь, что вслед за этими словами и комментариями о подготовке реформ все-таки последуют сами реформы. Значит, рост американца будет продолжен. И надеюсь, что мы сейчас с вами наблюдаем не просто локальный откат от довольно мощной поддержки. Это возобновление прежнего растущего тренда, который уведет пару выше отметки 115 в идеале бы к цели в 120 йен против доллара. Ну и параллельно переключаемся также на заседание ФРС. 15 марта оно у нас состоится. Думаю, что сейчас у нас уже полностью пазл сложен. И стимулы со стороны Трампа, пусть и пока только вербальные, и прекрасная статистика и позиция американского регулятора озвучена еще Джанет Хиллина о том, что ставки будут повышаться. Ждем 15 марта. Ждем, что ставку могут повысить уже в ходе этого заседания. Предлагаю вам оценить, опять же, ожидания Блумберга, который проводит регулярный опрос по поводу того, когда в лучшем случае стоит рассчитывать на повышение процентной ставки. Так вот, на марте сейчас вероятность уже 52%. И растет, я думаю, что после вчерашней статистики, после выступления Каплана, который снова говорил о целесообразности более скорых и быстрых действий, вероятность может уже быть на отметке 55%. Я верю, что 15 марта мы можем услышать об этом решении. Я надеюсь, что доллар продолжит расти не только до конца сегодняшней торговой сессии, но и в принципе в ближайшие дни. Евро отступает. Котировки 1.05.57. Мы видели ниже европейскую валюту, поэтому сейчас будем говорить, конечно же, о потенциале слабости. Но тоже чрезмерных пока что ожиданий строить не будем. Для того, чтобы пара евро-доллар оказалась ниже, нужно закрепиться ниже поддержки 1.05. Из факторов давления на евро, рост доллара, сейчас понятно, с чем связаны политические риски, все больше, опять же, сторонников у Мари Ли Пен. Никто не сомневается, что во Франции выборы пройдут в два тура, это апрельские и, соответственно, майские в апреле в первом туре. Вероятность того, что Мари Ли Пен одержит победу 100%, вот в последующем туре уже сомнения. Хотя я считаю то, что Мари Ли Пен это практически новоиспеченный президент Франции, что позволяет нам говорить о тех посылах, которые были обозначены еще ею. И возможности проведения референдума о членстве Франции в рамках Европейского Союза. Другой риск, который сейчас все больше стал обсуждаться в рамках промышленников Еврозоны, это возможное обвинение. Даже не только в рамках промышленников Еврозоны, а монетарных властей. Возможные обвинения и уличения, собственно, Еврозоны в том, что этот регион является валютным манипулятором. Хотя это очень такой болезненный вопрос. Безусловно, есть такой статус валютный манипулятор, но чтобы соответствовать ему, нужно иметь положительное сальдо активных операций, торговый профицит. Вот в данном случае с Соединенными Штатами Америки регулярно проводить валютный интервенции. Но как минимум по двум пунктам Еврозона не совсем дотягивает. К примеру, по сравнению с азиатскими регионами, в адрес которых также звучат подобные обвинения. По евро у нас рисков хватает, да еще и сильный доллар, поэтому давайте ставить на дальнейшее ослабление. Фунт испытывает прессинг все той же щепетливой темы по поводу референдума в Шотландии. Вроде бы как и не обсуждают, а вроде бы как допускают. Пока еще ясности нет, но то, что фунт активно реагирует на эти, опять же, слухи, совершенно очевидно. То, что сейчас фунт торгуется на отметке уже 1.2371, это уже звонок, чтобы начать присматриваться к тому, а не пора все-таки отказаться от длинных сделок. Но еще не стопроцентный шаг в пользу того, чтобы отказаться от длинных сделок. Поэтому я, безусловно, буду продолжать держать вас в курсе внимания, но пока давайте не будем еще выходить из длинных позиций. Потому что та аргументация, которая связана была с инициированием 50-й статьи и все-таки возможное изменение фундаментального фона для Англии, может стать причиной активизации, прежней активизации покупок фунта. Пока что у нас уровень поддержки 1.23 держится до тех пор, пока пара торгуется выше этой планки. Паниковать и нервничать пока не будем. Австралийцы против доллара. Сегодня вышли данные по ОВП. Годовой прирост 2.4% с прошлого 1.8. Квартальный 1.1% с прошлого спада на минус 0.5. И снова австралийцы не реагируют на довольно хорошие макроэкономические фоны, находятся под давлением. Я надеюсь, что это не просто так. Все-таки все осознали и последние комментарии от Филиппа Аллои о том, что обмен на курс австралийцев очень высок. И выше 0.77 не хотят видеть даже монетарные власти, валютную пару. Поэтому я предлагаю вам, как и раньше, держать короткие позиции с возможностью ухода пары австралийцев с ожиданием. Австралийцев против доллара ниже 0.75. USDCAD нас сегодня также радует, собственно, как и доллар. Сейчас котировки уже выше 1.33. Наша цель с вами 1.35. Если и нефть не будет подводить к концу этой недели, тогда есть шансы даже добраться в считанные ближайшие дни до сопротивления 1.35. Это будет прекрасная сделка, которую мы с вами проведем в первых числах, а точнее в самом начале 2017 года. Из важных событий сегодняшнего дня. В 16.30 ждем статистику по личным расходам и доходам США. В 18.00 АСМ, производственном секторе индекс разгона инфляции. В 18.00 также ставка Банка Канады. Без изменений, безусловно, послушаем риторику, сопроводительные заявления. Завтра подведем итоги. Но надеюсь, что сегодняшнее сопроводительное заявление и ставка все-таки создаст условия для еще большего ослабления канадцев. Потому что снова будут разговоры о низких значениях потребительской активности. И даже невзирая на последний рост, все еще низких значениях инфляции. Ну и в 18.30 запасы нефти ждем по аналогии с статистикой АПИ прироста и соответствующего усиления прессинга на котировке черного золота. Собственно, на этом все. Большое всем спасибо за внимание. Если есть вопросы, как и всегда, к вашему распоряжению, услугам канал на YouTube и форум АМаркетс. И не забывайте, что сегодня будет очередной эфир на РБК в 12.35 ровно. Это передача рынки позиций с ведущей Еленой Круповой. Мы пока ведем. Уверен, что сегодня 2.0 уже будет озвучен счет. Все благодаря американцу и, соответственно, прежнему раскладу, который был сделан по другому активу. А именно по нефти. Сегодня я предложу сделку по продаже австралийского доллара. И надеюсь, что, как и вчера и днем ранее, вы окажете мне в этом всяческую поддержку. И заранее благодарю за то, что вовлечены в эту тему, за комментарии и за вербальную поддержку, которую я ощущаю. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.